Недавно был у Николая Семёновича Лескова юбилей. Родился он 16 февраля. Великого русского писателя, кстати. Преотличнейший писатель. Товарищ Горький про него говорил. Как он русским словом владел. Как бы ни по козырни Тургенева с Толстым. Это прикинь от товарища Горького. Не сказать, что у нас оба знаменитые. А кто у нас знаменитый? У нас всё вытравляют. Кого у нас помнят? Ты хотела сказать какую именно часть? Интересная история. У нас товарищ Лесков. Он у нашей прогрессивной общественности попал в немилость. А два его романа это некуда и на ножах. Это, считай, классика вот этой вот черносотенной пропаганды. Короче, клевета на революционную демократическую общественность. Причём настолько клевета, что там говорили, что, говорит, он Достоевского, мол, с его бесами переплюнул. Вот до такого. А Тарич Писарев, наш знаменитый литературный критик, он прям там в статейке назывался «Прогулка по садам российской словесности». Он там после вот романа некуда примерно так высказался. «Мне интересно, а вот какой сейчас журнал порядочный будет работать вот с Лесковым?» И, вот интересно, если какой-то порядочный журнал согласится всё-таки работать с Лесковым, то какой порядочный писатель в таком журнале захочет свои работы размещать? Ну, неприятно же будет, типа, что вот твоя фамилия и через запятую Лесков там стоит. Типа, решат все, что ты с ним. В таком вот духе. Представляешь? А почему так получилось? Этот Тарич Горький написал в 23-м году очерк о Лескове как раз. Биографический. И там вот с большой грустью он эту историю рассказывает, как поссорились. Лесков и прогрессивная общественность. Говорит, ну вот, ребят, вот тут получилось, что человека, который по духу вот такого Нашинского поискать, как он, который так вот понимал бы, так видел бы остров, так анализировать бы умел, так словом владел, самое главное. А с ним, говорит, работы никакой не вели, как только он пару раз ошибся, его начали сразу травить. И просто, говорит, буквально, нет, Писарев, за Писарева я потом скажу, что его можно понять. Но, вот, горький, резон, вопрос, ну, Писарев сказал, как бы, очень влиятельный, тогдашний прогрессивный общественный человек, влиятельнее не было. Собственно, статью вот эту он писал из Петропавловки, из одиночки. То есть, вообще, можно понять, почему он не очень склонен к компромиссам и прочему. Потому что, когда ты на особом режиме сидишь за эти идеи, и тут читаешь, что какой-то гаденыш, борчук, полоскает людей, и ты думаешь, да ты же гондон их грязи из-под их ногтей не стоишь. А ты про них пишешь. Короче, вся ситуация. Лесков вообще недавно в Питере был, еще толком никого не знал. И тут ситуация, провокаторы, полицаи устраивают пожары. Часть они устроили, часть просто, ну, Питер, понятно, по тогдашнему временам какая безопасность противопожарная. То есть, все горит. А они, значит, подбрасывают листовки, в том духе, что мы революционные студенты, это мы сожгли базар. Потому что мы нигилисты, типа, долой все. Вот, мы так сожжем вообще все. Это что еще Достоевский тогда впечатлением побежал аж к Чернышевскому. Это отдельная история, звучит как анекдот. Слушай, может, расскажу, будет беседа просто про литературу. Давай. Ситуация такая, Достоевский в дневнике у себя пишет, что говорит, бах, вот я эту листовку читаю, что ах, ужас, все сожгут. А Достоевский надо побевать. Он в жизни был как персонаж Романа Достоевского. То есть чисто у него все время там истерика, он все время в обморок падает. И вот он чисто как персонаж Достоевского в мюхе. и я понял, что ты делаешь, мне нужно куда-то бежать. И тебе, а кто у них у революционной молодежи, там, типа, самый авторитетный? Чернышевский. Надо побежать к нему. И я к нему прибежал. Все, стучу, меня провели, он там с кофе вау. Он говорит, здрасте, что хотели. Я говорю, вот, вот, как так можно? Почему вы это никак не остановите? Ну, он говорит, очень мягко вообще, я, говорит, ожидал. Ну, как у него персонажи все, у него все прогрессивная общественность в его романах и конченые твари. Так что, он, видать, сам в это верил и ждал, что его ждет такой прием. Он говорит, нет, он очень ласково обошелся, чайку мне налил. Но, по сути дела, так ничего и не сказал. И прикольно тот же эпизод читать в дневнике Чернышевского. Сижу, говорит, утром, никого не трогаю, пью кофе. Тут, говорит, докладают, что Достоевский пришел. А, Достоевский, ну да, мы на какой-то презентации журнала пересекались туда-сюда. Говорит, он влетает. Какой год? Ну, какие-то там эти, 60-е. А, то есть, уже Достоевский отсидел. Чернышевский еще не поехал сидеть. Да. Все характерно. Достоевский да, отсидел. Достоевский уже еще привет. С Петрашевцами еще крылья-то. Да-да-да. Это давнишнее. Так вот, говорит, и влетает Достоевский весь волосы дымом, глаза, говорит, выпучил. Орен, говорит, что вы, что вы все сожжете, говорит, туда-сюда, говорит, остановите это. Ну, я понял, что, говорит, он, видимо, в таком состоянии, когда ему лучше не противоречить, поэтому я там постарался мягко там перевести разговор на другую тему, там, типа, вот, сядь, чайку попейте, а как там у вас журнал там туда-сюда. Суть в том, что, значит, распускали слухи активно власти, что, значит, поджоги устроила вот эта революционная молодежь, нигилистая. А Лесков написал статью в журнал. И там суть-то статьи была такая, что вы дайте нам доказательство, что это молодежь. То есть, там смысл-то был такой, что вы либо заткнитесь и не позорьте людей, а если у вас есть что-то на них, вы нам тогда доказательство сразу положите. А там получилось, как будто он сам утверждает, что это революционная молодежь, понимаешь, подожгла. И вместо того, а у нас, понимаешь, вот сразу наши интернеты вспоминаются, мы же не склонны, да? На самом деле разъяснений там требуют и прочее, все, а-а-а, вот он сам себя и выдал, вот каминг-аут Лескова, вот он, блядь, говорит, что студенты подожгли, позор ему, и его давай травить. То есть, натурально, чуть не каждый встречный гимназист его нахуй шлет, плюет в след. До того затравили, что он, говоришь, соскочил аж в Париж. Потому, что жить стало невозможно. Жесть. А в Париже он уже, значит, с обиды на всю эту канитель, он пишет роман некуда про революционеров. Вот. И изображает там, а он талантливый художник-то, и изображает там известных очень персонажей тогдашних. Нет, там фишка в чем, они, ну, прикинь, как я написал рассказ, и там видно, что твой портрет. Там персонаж, его по-другому зовут, но у него твои словечки, я там описываю его причесон, все понятно, что это ты, как он ходит, как говорит, все видят, что это ты. Но он у меня, например, сутенер, нарковары. Понимаешь, при этом. Вот. Вот после этого как раз Писарев вот эту статью-то и написал. Там вообще обзор событий в тогдашней литературе. И вот, говорит, вот. Ну, значит, Лесков своему некуда. А вот теперь, говорит, русская беседа, по-моему, не помню, журнал, название. Я буду еще потом большую лекцию про Лескова рассказывать. Говорит, вот этот журнал-то, говорит, вот сейчас они жалуются, говорит, 10 мешков там пришло ругательных писем. Короче, у них дизлайков словили миллион. И переживали. Миллионных комментов. А как, говорит, вы хотели, ребят, вы такие интересные. Вы вот этот, значит, клеветнический роман, говорит, ставите. И, значит, распродали его, да, что сенсация получилась. То есть, вы пеночки как бы выпили. Хайп поймали. А, говорит, ребят, а в стакане еще много осталось. Что, пеночки вкусные были? А, говорит, пейте теперь до дна. И вот она, говорит, вот мне интересно, с ними куда-нибудь порядочный работать будет? И если он будет с ними работать, то он может считаться порядочным? то вообще. Ну, я говорю, ему с особого режима не хотелось. А, по сути, а вот Горький прав уже с другой стороны. С одной стороны, ну, косяк. Он там действительно, блин, получается, оклеветал людей. Он потом еще Лесков-то с объяснениями еще на страницах того же журнала выступил. Писарев и их разобрал. А вот он и сам пишет. Из Парижа, из города прорезал все. Что, тут неуютно стало, да? Ну, ладно, хорошо. Посмотрим там в Париже. Глядишь, что же скоро создадут. Ну, что он оттуда пишет? Говорит, вот, говорит, до моих идей, которые я там в романе проповедую, а там реально, там у него, значит, противовес этим революционерам, у него такие постепеновцы, которые за эволюцию, короче, которые, вот, мы все реформим, потихонечку, полигонечку надо налаживать. И они там положительные. И вот, говорит, с моими идеями, мол, не осмеливаются спорить. Так докопались до этого внешнего сходства, мол, моих персонажей с реальными людьми. И, говорит, вот, ну, чтобы было удобно, мол, меня полоскать. Ой, как Писарев за эти объяснения. Ох, он его просто там уничтожил. Какой же красавчик. Я бы вообще, я бы не хотел с Писаревым в одной камере сидеть. Потому, уже человек подмечает все там, от и до. И предъявляет потом. Как он, говорит, все это. О, да ты что, идеи твоих испугали. И все, говорит, ну, конечно. Дорогой ты мой. Я, говорит, тебя же зачарую. Знаешь, с тобой не боятся спорить, а как бы брезгуют. Безгуют. Понимаешь? Потому, что вся вот ваша компашка, говорит, ты, Котков, там, Аксаков. Понимаете, вы как бы так фигурально выражаете, такое вонючее, пухлое болото. И то, что, говорит, путник-то, когда подходит, не прет через него, а норовит, говорит, обойти. Это, говорит, не то, что он боится, а просто, ну, давай по коленю в говну-то идти. По коленю в говне. Не, ну, понятно, он интеллигентный, интеллигентный, это я сейчас так, разухадистая. Но суть, суть вот это. Говорит, что вами брезгуют, вас не боятся. Говорит, а касаемо, вот тут, говорит, ты зря, ты прокололся. Тебе надо было написать вот одно словечко, поменять, и все, было бы не докопаешься. Тебе надо было написать не внешнее сходство, а случайное сходство. Писарев дисклеймер. Говорит, надо было написать все совпадения случайные. И тогда, говорит, все, тогда бы ты, да я знать не знаю, мол, на кого там похож, вот нарисовал, случайно получил. А тут ты признаешь, что внешнее сходство есть, значит, ты признаешь, что портреты рисовал. А значит, уже о случайности, говорит, речи быть не может, дорогой. Потому что, как это я случайно, блин, сел на каляки-маляки делать, и твой портрет получился. Так же не бывает? Не бывает. Значит, ты специально, говорит, опорочил. И ты еще, говоришь, ну, их же, никто не тянет в суд, их же не объявили, говорит, что они там подрывные элементы. Говорит, да, не тянут их в суд. А ты знаешь, для них это хуже. Если бы их в суд потянули, они бы там просто доставили бы все свои алиби. И все бы поняли, что они честные люди, а ты конченый гандон. Вот. А поскольку в суд их не тянут, вот прикинь у тебя ситуация, что я нарисовал, говорит, твой портрет, а этот герой там, не знаю, педофил, наркоман, еще что-нибудь. И прикинь, все знакомые твои прочитали. Все родственники. И все там шушукаются. Ой-ой-ой. Ты нарисовали? А там что? Он в натуре что-то такое делал? И вот это вот у тебя шушу, в натуре он такое делал. У тебя идет за спиной. Понравилось бы тебе это, гандон? Вот сиди там теперь. Пиши дальше, какие мы все сволочи, как тебя все боятся. И он с вами потом исправился, да, получается? Там не исправился. Там в чем фига. Нет, его травить начали еще сильнее, а он написал еще более зломный роман на ножах. Это вот про него как раз говорили, что тут он Достоевского с бесами даже переплюнул. Ну, Достоевский в бесах, он по Нечаевскому процессу рисовал. При этом все, кто с Нечаевым общались, фактически, они его ненавидели потом. Но, говорит, даже те, кто его ненавидели, говорят, это полная херня. Типа, да, он гандон был, но он не такой был. Типа, понимаешь, это не в том проявлялось, там, он не то говорил, и думал он не так. Да и биография у него вся, говорит, что за биография-то? Это же не его биография. Вообще непонятно, почему он так себя с такой биографией ведет, он себя по-другому должен вести. А на ножах это еще хлеще. Ну, короче, тут вот что получилось, почему главное получилось плохо? Ну, потому что Лесков-то, он очень талантливый, но он в этих кругах-то не терся никогда толком. Знаешь, не общался с ними. Идеи их толком не понимал. что они хотят, толком не знал. Как они себя ведут, он по Нечаевскому процессу опять же писал, и поэтому у него все негодяи, как Нечаев. Мутят, там компроматы друг на друга собирают, убить друг дружку готовы. А там фишка-то в чем, что на Нечаевском процессе как раз выяснилось, что там мразь-то была, один Нечаев только. Остальных он просто обманул, причем ему бы не поверили, если бы не мандат от Бакунина. Там просто серьезные, самые козырные ребята из Европы, типа ему дают поддержку. И кто ему опять же поверил? Самые бестолковые, просто восторженные, считай, дети, хотя там некоторым уже за 40 было, но... Как, блин, на сегодняшний день похоже. Да вообще один... Нет, отношения те же, вот и герои те же. Ну, вернемся к Лескову, к нашему, да? Вот. На ножах, значит, там еще сильнее. Ну, все, ему все расход выписали вообще окончательно. Ну, а потом, что, у нас в России-то гайки закрутили, либеральную-то общественность задавили, ну, царя грохнули же. Все дела. И Лесков же вернулся, но поскольку ему прогрессивная общественность выписала расход, общаться с кем-то надо, он как раз вот с этой группой Катков, Аксаков, Славянофилы, вот эта вся вот шушера эта, начинает общаться с ними. А поскольку он настоящий талант, понимаешь, и он не ломанный, как Достоевский, Достоевского сломали в тюрьме, а это, к счастью, избежал такого. Он, значит, он пытается писать что-то патриотическое. Ну, то есть, например, пишет цикл такой Соборяне про церковную жизнь в монастыре. И выводит там, значит, церковных деятелей, настоящие, положительные, они убежденные вот в этом своем христианстве. Вот. Прям они чисто по Евангелию живут. То есть, у них вот это не напускная, а реальная любовь. Они просто действительно к каждому как к братишке к своему относятся. Понимаешь? То есть, больного увидели, и ой, как будто братишка заболел родной. Вот так вот к нему. Вот. И казалось бы, да, то есть, реакционеры должны радоваться. А вот нет. Для них радостного сильно не получилось. Потому что, он-то художник хороший, он объективный, рисует жизнь, как она есть. Помещает вот этих героев положительных в жизнь церковную, как она есть. И ясный хрен, у них совсем с церковным начальством контры, всех под них мутят, их никто не любит. Все их начинания пытаются, значит, гнобить на корню. Частью чисто из вредности, а частью потому, что видят, что опасно. Такое. Вот. И реакционеры все недовольны. Говорят, нет, хороший поп, это, конечно, прекрасно, и очень здорово, что ты так нарисовал. А почему у тебя, как не епископ, то гандон конченый. Как так-то? Ну, почему? А он тоже, блин, понимаешь, он задний тоже не включает. Вот у него вроде как бы патриотичный, там вот, я не помню название рассказа, блин, чудесный рассказ. И у него там герой, вот типу, знаешь, новый русский, блин, он завел бизнесок, он не бухает, как многие, там не пропивает там последнюю рубашку, а завел бизнесок, вот, господам сливочки продает, там сметанку, прям такую, прям там каят там сметана, что на всю губернию, там, понял? Что аж вот у губернатора какой-нибудь будет, блин, там застолье, к нему пошлю. А, я образ, ну, прям тошнотворный, вот этот, блин, такой успешный бизнесмен. А, ну, ну, как он хороший мужик, как он пытается, вот, с этого лаве, который он поднимает, знаешь, он не складывает и не пускает их в эти, в ростовщические какие-нибудь операции от лаве, а просто тупо вот одной деревне лекарство закупил, там, то, сё, и что про него легенды, значит, ходили, что он, там крестьянин шмок, когда чума была, понял, он там прям в жертву себя кусок принёс, видно, что там помолился, там, от себя кусок отрезал, говорит, и в реку выкинул, и, типа, этот лирический герой с ним общается, говорит, а вот это чё, чё рассказывает, а, говорит, это, да, был эпизод, значит, короче, там одна деревенька, всё там, значит, все мосты, все дороги туда перекрыли, карантин, ну, я через речку там проплыл, им привёз, то, 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 вот, и, короче, назад плыву, вылезаю на берег, смотри, что-то на ноге не томлю, штанину задираю, бля, бубон, ну, а я в курсе, как чё, ну, тут же палку, блин, в зубы, ножик взял, этот кромсал его, бля, прям кусок, бля, конкретно, ну, и в реку кинул, а там, видай, смотрели, говорит, смотрели, говорит, кто-то увидел, говорит, решил колдует, говорит, прикинь, мясо своего, принёшь жертву, главная, говорит, болезнь-то, ушла, говорит, помогло, прикинь, забылка называется, ладно, это ещё будет потом, ну, в общем, короче, видишь, даже когда он хочет, бля, создать чё-то такое, тошнотворно, сусальное, у него просто не получается, потому что он шикарный художник, понимаешь, очарованный странник, вот, у нас экранизировали, по-моему, в Советском Союзе, но мне не сильно понравилось, рассказ-то круче, намного, ну, там тоже, то же самое, что вроде как там, понимаешь, хотели вот по-черносотенному, там, пропеть гимн, какой у нас народ, да терпеливый, да богобоязненный, а нарисовали картинку, да, он вроде как там, понимаешь, он вроде как и терпеливый, там, и богобоязненный, но суть-то не та, и сила его не в этом, понимаешь, и по картинке видно, что это-то ему мешает местами даже, что местами-то как раз уже не стерпеть бы, а он все терпеливый, ну, тут такая штука, когда художник, хороший картину рисует, он-то может и идею продвигать, и неправильную, но из картинки-то, те же никто не мешает свои выводы какие-то делать, это как писарем вот с этим, с преступлением, наказанием, так вот, вопрос у Олиской, так что, короче, он рассорился в оконцовке и с этими, и с мракобесами тоже, он был сам по себе, ну, и это просто, я считаю, преступление стороны прогрессивной общественности, что они такому гению дали просто прозябать в этих заблуждениях, вместо того, чтобы с ними работать, я говорю, я не против вот всего того, что ему Писарев, например, предъявил, но зачем вот это делать, я обожаю Писарева, истили его, и все, но в данной ситуации, вот зачем столько яду, вот не сильнее бы было, понимаешь, не сильнее бы было, если бы его, если бы его по-братски пристыдили, что как же тебе не стыдно, там, люди жизни кладут, свои не жалея, а ты такую бы про них написал. Ну, ты знаешь, вот сейчас, например, да, у нас ситуация, если бы у Васи Садонин выходить есть, может быть, слышал, да, посмотрел его стрим, вижу, что у него есть ошибки, и что я делаю, вместо того, чтобы сидеть и поливать, какой Вася в интернетах, там, уже делал неправ, я сейчас взял его стрим, подобно разобрал, пишу ему там, все, как мою логику по этим вопросам, чтобы поставить его, скажем, на путь истины, тихонечко, мирно, понимаешь, по-братски поправить. Потому что он парень талантливый, он парень делает, работает уже давно, трудится, то есть вопросов нету, но то, что он немножко тут шаг вправо, шаг влево сделал, ну, не страшно. Нет, ну, как бы, страшно, страшно, когда у тебя в организации с ноги начинают сбиваться, если это в сторонней организации, ты, опять же, можешь им сделать замечание. Он вообще не в организации, это хорошо. Нет, ну, я вообще имею в виду, твой кружок, есть, правильно? Там ты, да, ты там старше, а когда ты в чужие монастыри, то нахрена со своим уставом лезть? Если твой устав будет самый правильный, так оттуда к тебе прибегут просто, и все. И ты лезть можешь, только если ты видишь, что там уже хотят к тебе бежать, а им мешают. Тут ты можешь уже начать замечание делать. Нет, а тут вот фишка в чем, я говорю, забросили таланта, толкнули его, считай, в объятии этой контры всякой, недорезанной. Просто потому, что дружить надо быть в кого-то. Да нет, ну, там не то, что. Не, ну, я говорю, ну, так и получилось. он, эти его загнобили, все его взяли под крюшку. Да, да, это разыграли. Да, получилось именно так. Тут, тут, вот человек явно восприимчивый ко всему хорошему. получился ущерб делу. Ущерб делу колоссальный. Только чудом он не стал вторым Достоевским. Понимаешь, у него все-таки правда жизни проглядывает еще хлеще даже, чем у Достоевского. Особенно поздние его все эти, человек на часах, все дела. Вот там, вот видно, что вот даже этих отрицательных революционеров-то Достоевский выписывает. Ну, а в мастерске выписывается, явно он видел. Явно он такого много видел. Вот. А у прогрессивной нашей молодежи тогда герои были как Писарев из реальной жизни, а из литературных персонажей Базаров. А что Писарев, что Базаров, они просто адски ядовитые были. Что литературные персонажи, а реальный человек. Прям яду. Нет. Фишка в чем. Базаров и Писарев, они реально очень умные. Очень хорошие люди, которые делают добро, блин, и понимают, для чего они делают. То есть, они знают себе цену. Понимаешь? У них, правда, это тоже с перебором немножко. Но это, значит, могут себе позволить. А тут ты, понимаешь, тут ты молодой человек, там считай личинка еще человека. Ничего еще не знаешь, там не умеешь толком. Хороших идей, там нахватал столько верхушек, а себе усвоил уже, понял эту манеру. Как у Базарова. Тормози, блин, как Базаров мог себя так вести? Он химик, он врач, блин, он естествоиспытатель. Он сколько языков там знает, все дела. Ты еще даже не прочитал, блин, даже третий, блин, книг, который Базаров прочитал. И опять же, ты можешь даже позвать, что и Базарову это мешало. Что его же пропаганда, она бы лучше шла, если бы там яду было меньше. Но он может себе это позволить. А когда это неуч начинает, вот так вот, ядом плеваться, это вообще отвратительно. И идеям это строго во вред. Потом ты попадешь только вот к Достоевскому, он тебя опишет, он же типичный революционер. Вот они все, мол, такие и были. Короче, вот, недостаточную чуткость проявила прогрессивная общественность. И в результате, вот, человека чуть не сделали нравственным калекой, я бы так сказал. Потому, что эти все мракобесы, ну, они считают же, что инвалиды. Покалеченные люди, только и умственно. Вот, он чуть туда не скатился. И так до правильного и не дошел. А кто ему правильное расскажет? Ну, не повезло ему, вот даже вот писали, ну, посочувствуй ты ему. Тебе повезло, ты попал на правильные книжки. Ты же сам писал, что пока читал ты всякую херню, ну, и там вот упражнялся, жития святых там, расписывал там, в красках и т.д. и т.п. А если ты на них так и не попал, вот представь, что тебе вот эта правильная книжка в руки не попался, вместо этого житие какого-нибудь еще очередного Серафима Саровского. Ну, это проблема, в принципе, скажем, многих людей, не только, скажем, левого сообщества, что мы пытаемся везде найти врага. Понимаешь, кто-то что-то написал, и мы вместо того, чтобы начать пытаться работать с человеком, начинаем его там превращать в врага, поливать грязью. Спешим, короче, обвинить. Спешим обвинить. А зачем? Нет, иногда без этого никак. Но мы сплошь и рядом видим, когда в случаях, когда нужно обвинение предъявлять, тут мы обратную картину видим, а тут, когда надо, что-то люди не спешат. Понимаешь? У нас всегда, я очень часто пытаюсь объяснить, как бы, там, зрителям, что, вот есть человек, да, ну, например, собрал, плохой поступок. Можно все, можно сразу его записывать в черныши и так далее. Ну, от обстоятельств зависит. Но, в нашем классном суде есть некоторые такие понятия, как умысел и вина. Потому что человек мог сорвать без вины, это раз, а второе, умысел-то какой. Не, ну, понятно, я же говорю, от обстоятельств зависит. если... Что он хотел добиться своим враньем? Если он хотел Гитлера подстрелить, то вранье-то было нормально, правильно. мы-то такое берем. Ну, да. Я беру, если он нам соврал, и это, безусловно, плохой поступок, но мы же тоже должны рассматривать, что он хотел добиться, понимаешь, что он хотел, понимаешь, денег нажить, или он хотел, может, кого-то подставить своим враньем, это уже, это еще хуже. или просто он соврал, блин, его занесло, он соврал для красного словца, приврал, скажем так. например, тут есть Стас Васильев такой, он, например, врет про свой адрес, ну, для безопасности, тоже нормально. Ну, это вообще... Да. Нет, давай определимся, да, о чем мы вообще говорим, о том, что Штирлиц у нас брал, тоже. Нет, я говорю о том, что нужно как раз понимать, что надо в каждом частном случае разбирать. А у нас, причем очень важный именно вот этот умысел, да, чего он хотел этим добиться. А у нас, к сожалению, это не разбирают. Больше того, кто-то что-то написал, молодой парни, вроде прочитал, разобрался, написал, где-то ошибся, и все, на него набросились. Да. Хотя у парня там и талант есть, опять же, ты это самое, почитай всяких церковников, форумы. Та же самая херня. Пришел в церковь, спросил, куда свечку поставить. А, вот вы ходите, ни хрена не знаете, шапку сними, вам, то есть все. Чуть не выгнали, короче. Вот, хотел благодатью зацепить, а зацепил чернухи. Расстроение, ничего, не одно и то же. И он такой, есть такое, фишка в чем, это нас испортило уже вот это вот эксплуататорское общество. Понимаешь? Мы уже отвыкли в людях товарищей видеть. А, и еще есть одно новое. Мы же часто там в ЧСВ надо поднять, понимаешь? Надо же кого-то опустить, чтобы с умом подняться. Такое тоже есть. А это опять же. Да. Не из образа ли жизни вот всего нашего общества это вытекает. Да. Это же все правильно, блин, там прямо инструкции, брошюрки пишут. Всегда строй из себя начальство. То есть на всех рычи, всем приказывай, так ты дашь понять, что ты важный человек. Ты богаче. Голос погромче. Нет, правильно, прямо инструкции. А еще Иисус сказал же, блин, Иисус. Хрен, две тысячи лет назад, блин, сказал, что нахрена ты в гостях лезешь на председательское место. Что тебя оттуда выгнали потом. Ты подумай, ты хотел вознестись, а все увидят, как тебя пинками прогнали. Ты лучше сядь, наоборот, к слугам. Сядь вообще. для прикола. О, Вась, ты чего там, иди к нам. Во-первых, как тебя ценят, а во-вторых, какой ты скромный. Вот, одни плюсы, говорит, от скромности, ребята. Не надо надуваться. Как сказал один мой мудрый друг, кто маленьким быть не умеет, он большим не станет. Да, ну что ж, товарищи, на этой нотке мы и закончим нашу... Да, давайте резюмируем, короче, любите друг друга. Больше товарищеского. Если ты человеку сперва грамотный, по-братски даже, преподнес, то, блин, тем больше у тебя потом будет оснований с него по-жесткому спросить, знаешь, если он продолжит косячить. А если ты сразу к нему на рэ подошел, ну, сразу не с той ноги считай начали. Больше товарищеского гражданина. Почему коммунисты всех товарищ-товарищ? Сформулировал бы. Если товарищ пошел по неверному пути, это не то, что он дурак, это возможно потому, что ты не смог поставить его на путь истинный. Нет, ну, вообще, если ты себя называешь пропагандистом-агитатором, то любой, кто не туда пошел, это твоя личная недоработка. Это же опять же как у церковников, то же самое как у Достоевского, что ты, если ты правильный православный, должен чувствовать ответственность за все грехи, которые совершаются. Все.